Я, как тоже подфилолог, постараюсь просто свои чувства передать, что когда я полгода жила в Германии, второй язык изучала немецкий, я там разговаривала посменно на немецком, то на английском, и вот то, чего мне действительно не хватало, это не хватало разговоров на русском. То есть я тогда еще не было скайпа, я звонила маме, тратила вешеные деньги, просто чтобы поговорить по-русски, потому что для меня в какой-то степени, несмотря на то, что там и английский, и немецкий замечательные, интересные языки, представители, так сказать, таких великих культур, то есть отражатели таких великих культур, я понимал, что я передаю информацию, а мои реальные чувства, как бы русские мои эмоции, переживания, я их не передаю. В Японии там несколько была другая ситуация, мне наоборот, японский язык абсолютно отражает наше внутреннее, мне кажется, состояние, там тоже очень много нюансов было, но чем дольше, я думаю, что многие со мной согласятся, что чем дольше ты находишься там, за рубежом, тем больше ты начинаешь понимать, что ты принадлежишь, что ты человек русский, что ты никогда не станешь с ними на один путь, как бы они тебя там уже не приняли. Немцы, кстати, вообще нас не призимают, абсолютно, они даже фейсбук не добавляют, мне рассказывали. То есть ты понимаешь, что ты один из тех людей, то есть русских людей, ты носитель в своей культуре. Кстати, чем больше ты там находитесь, тем больше ты понимаешь, а как я мало знаю о своем языке, а как я мало знаю о своей культуре, а как я мало... То есть вот побыть за границей, пожить за границей, чтобы, дай бог, вот это просветление пришло, то я думаю, что вот в таком случае это очень полезный был бы опыт. И когда ты возвращаешься, ты возвращаешься сюда уже совершенно другим человеком. Ты абсолютно другим. Но это сейчас меня у меня может поправить. Я сказала у Скрууэлл, человек, который не знает иностранного языка, он своего собственного языка не знает. Гостоевский. А, прошу прощения. Одинаково великий. Вот, и я думаю, что существует много семей, которые уехали туда, но они не потеряли этих традиций. То есть я знаю, что бабушки в этих семьях иммирационных, они обучают своих внуков русскому языку, они читают русские сказки. Вот те же самые мои знакомые, которые приезжают, сын приезжает сюда на месяц на каникулы, мама его вводит, значит, с утра у него музыка, потом он по-русскому идет заниматься, потом он идет, сдает все предметы, географию, там, не знаю, МХК и так далее и тому подобное. То есть родители, которые осознанно там, пускай, воспитывают своих детей в другой стране, по причине того, что там может быть безопаснее в какой-то смысле, да, все равно понимают, что он должен сохранить вот то, то есть я не могу представить своих детей, которые не понимают мои шутки. А дети, которые выросли там, они элементарно не понимают вот этот жест, фикушки там и так далее. Невозможно это объяснить. Поэтому я думаю, что это зависит от сознательности человека, который живет там. Да, а вот то, что вот эти чувства возникают, я думаю, что это вот на каком-то генетическом, наверное, глубинном уровне подсознательном.